так ну и хотелось бы проходить дальше компанию квотлов и у меня есть два сохранения за алинов и за винчи и я думаю допустим разделить серию на две части одно части алиными 1 винчи играть и параллельно проходить то есть каждую схватку каждый сценарий играть за ту и за другую сторону то есть как две линии параллельно в одной серии будут чтобы было наглядно интересно видно разницу ну начать я думаю с алинов все-таки чтобы победить квотлов надо выяснить на что способна эта технология новые интересные небольшого количества этих войск будет вполне достаточно интересный механический воин гибрид прикольный красивый такой атака у него интересная воздушную теперь может атаку вести а Продолжение следует... 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 Из построек нам доступна только часовня, печально, так что будем копить ресурсы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Часовня может взлетать и перемещаться на другое место. При этом она продолжает создавать новые боевые единицы, даже когда находятся в воздухе. Часовни прекрасно подходят для транспортировки войск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Нам предсил у нас мало, и на подкрепление рассчитывать не приходится. Но, похоже, сами джунгли предлагают решение. Среди Квотлов зреет бунт, во главе которого стоит человек по имени Кокула обещал нам поддержку своих людей, падших. Мы вместе пойдем на врага, ложных богов и их прислужников. Чтобы получить дополнительную информацию о Квотлах, нажмите клавишу F10 и выберите пункт «Игровые подсказки» в меню паузы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как бывший слуга ложных богов, я хорошо знаю их храмы и святилища. Я отправила гонца в нашу армию на границе пустыни Калахизи. Они скоро пришлют подкрепление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Йонташ сдержал слово. Его странные зелья оказались отличным средством против Куотлской чумы. Теперь, когда у нас появился новый сад, победа кажется совсем близкой. Продолжение следует... Досыночку развития. Что-то в армию нанять можно, но чего не открыто, да, вот здесь нельзя. Исследования. Это открыть. Это улучшить. Фотлские технологии простые, лимиты мощные, стоят дорого, но не мощные. Так. Ну и, наконец-то, посмотрим на героев Алинах. Ари, тут все понятно, два улучшения. Джакамос 0 качать. У всех героев с Арлинской кампании всего по два улучшения. Это очень просто будет их прокачать. Под пять очков. Очень хорошо усиливаться они будут. Ну, герои Квотлов. Я тоже их качаю в последнюю очередь, потому что не вижу в них какой-то прям элегантности, какой-то силы прям крутой. Вроде бы оглушение какое-то в пределах радиуса возле какого. Это все круто. Здесь вроде как по зданиям, что ли, урон. Здесь потеряет 30% здоровья. Крутая штука. Мощный удар. Таранную атаку усиливает. Ну, топтание, считай. Йонташ, единственное, чем он крутой, это воскрешение. Вот то, что я вешал на Ари. Ну, в два раза увеличивает урон. Следующая атака. Не то, что у того голема. Тут на 20 секунд, тут на 30. Это на героев использовать. На 40 секунд не дает использовать способности. Тут на 60, тут на 80. Неплохо. Поток жизни. Неплохая штука. Не помню, чтобы использовал ее. Но, если ее бавить на свою, например, в сферу смерти, или как она там, она прилично урона наносит. И она будет себя очень хорошо исцелять. Хотя, подожди, это пассивная вроде как. Да, вроде пассивная способность. А на Йонташи лечит. Ну и самый крутой дракон. Сначала обычный, потом древний. Ненадолго, конечно, но круто. Здесь голем. Здесь вихрь. Вот эта территория, самая интересная для меня, где карта разделена на две части. И здесь будет возможность использовать город вместе. если защитить там 6 или 7 караванов, которые летят из пропасти. Здесь нужны воздушные юниты. Например, героя Доманул надо прокачать, чтобы туда идти. Чтобы была поддержка. Не помню, можно ли выбрать в начале героев. Где можно. Но так как иду я обычно через синюю территорию. То можно прокачивать каких-нибудь вот Даку, там, Джина. Ну, конечно, главного героя надо прокачать. Это в первую очередь четвертый уровень. И 9 очков на кого-то из них. Можно Ари прокачать. В принципе, не к спеху. Тут особо отличия нет. Эти тоже не просят торопиться. Эти тоже герои. Особо я их не призываю. А вот эти три самые интересные. Ну и, наверное, в первую очередь Дракона. Насчет Моридов не знаю. Тюрьма, конечно, тоже хорошая. Вот так можно сделать. Так, по армии. Ковчег с собой нельзя брать. Смысла вообще ничего брать, пока не вижу. Ну и тут улучшить пока тоже ничего нельзя. Ну и город строить смысла нет. Очков не даст. Все. Можно отсюда отталкиваться. И сыграть за Винчи сейчас. Эту схватку. Чумук за Винчи.